С помощью песко-соляной смеси дорожники совместно с ГИБДД засыпают опасную горку на железнодорожников. Такие скаты, как правило, появляются возле лестниц на склонах. А если по такой горке скатиться, к примеру, на плюшке, то можно угодить под колеса автобуса. У подножия горы остановка. Теперь на этом склоне прокатиться уже не получится. По крайней мере, до первого снега. С начала этого зимнего сезона уже ликвидирована по счету 12-я горка. Работа ведется в данном направлении. Получаем сообщения. Также экипажи ДПС при патрулировании в случае выявления передают сообщения в единую диспетчерскую службу. И оперативно реагируем таким способом. На помощь к дорожникам сегодня приехали общественники из Совета отцов. У всех есть дети. Говорят, засыпать горки нужно. Но в первую очередь родители сами должны следить за своими детьми. Такое поможет, конечно. Здесь кататься не будут. Какую-то другую горку найдут. Помогает что? Помогает родительское внимание. То есть родители должны сами следить. И больше разговаривать с детьми о том, что у нас есть в городе места, где можно реально хорошо, очень весело покататься. То есть это вот на Татышеве, там районные елки есть. Пожалуйста, то есть за ними следят. Постоянно люди смотрят, чтобы там было чисто. Это уже улица Алеши Тимошенкова. На горе, как мы видим, находится школа. Здесь идет спуск по лестнице. А сбоку от лестницы сделали такую импровизированную горку, которая ведет не куда-нибудь, а прямо бетонный блок. Здесь, ну, многие люди здесь и ноги ломали, и ключицу некоторые. Ну, был мальчик, который ключицу сломал, вот, об этот бетонный блок. Маленький, когда был, катался здесь, и это. Можно было выехать на вот эту дорогу и как бы на прежнюю часть тоже. Все-таки не рекомендуешь никому так кататься? Нет, конечно. Ну, надо специально отведенные места делать, как бы есть у нас такие. Бетонные блоки, со слов жителей, стоят здесь уже больше пяти лет. Безопаснее ли это, чем кататься прямо возле проезжей части? Сложный вопрос. Однако спускаться здесь на ледянках стали реже. Ведь родители встречают школьников возле лестницы и постоянно делают замечания. Ну, они уже стали бояться, мне кажется, что меньше катаются. Начинают расти, думать о себе? Нет, ну, как-то видят, что взрослые ходят, они, ну, нет, наверное. Там дальше другие горки просто есть. Сами замечания делаете? Ну, конечно. Мама ругать не будет? А мне будет! Мне тоже! Меня нет! Меня нет! А мне да! А это уже горка в 50 метрах от той лестницы, где родители хоть как-то могут контролировать школьников. И она еще опаснее. Снизу находятся погреба и гаражи. Дети на большой скорости влетают прямо в них. А он там точно выжил? Мальчик в итоге чудом не пострадал. Встал, отряхнулся и пошел кататься дальше. А могло все закончиться совсем иначе. И подобных опасных горок в нашем городе десятки. К примеру, скат с холма возле Свердловской администрации каждый год засыпает снегом, но с опозданием. Дети там все равно катаются и выезжают на проезжую часть. В Министерстве здравоохранения рассказывает, в этом году в травмпункты детей с травмами привели меньше. Это 1-2 случая в неделю. Серьезных переломов никто не получил. Чтобы в нашем городе эта статистика стала еще ниже, необходимо сообщать об опасных горках в службу 205 или по телефону 102, как можно раньше. Евгений Шиповский, Алексей Гуров, Афронтова новости.